Следующий вывод из этого хадиса. Какой по счету? 22. Разъяснение того, что ангелы могут принимать облик мужчин. Облик людей, облик мужчин. Потому что Джибриль явился в облике вот этого человека с ослепительно чертными волосами, с ослепительно белой одеждой. Теперь вопрос. Джибриль вел себя так, как будто бы он бедуин. То есть в его поведении было нечто от поведения бедуинов, как мы с вами сказали, какой-то недостаток почтительности при поведении. Но в то же время он же продемонстрировал и уважение тоже. Потому что как он сел к проколи Саратусу, как произвел колени к коленям. Здесь мы берем отсюда, опять же, нормы поведения талибу аль-Ильм. Одновременно и то, и это. Хорошо? Нормы поведения талибу аль-Ильм в том, как нужно слушать ученых, как нужно садиться возле ученого, в какой позе почтения и так далее. Как бы то ни было, Джибриль аль-Иссерам он явился как некий чужестранец или как некий бедуин. Верно? Как человек. И отсюда вопрос, можно ли отсюда извлечь вывод дали аль-Ильм на дозволенность такой вещи, как тамсиль. Тамсиль, то есть играть роль, инсценировать, инсценировки какие-то, играть какую-то роль, там, не знаю, актерство, кинофильм или там играть, или еще где-то, театры, театральные постановки какие-то делать, играть какие-то роли. Тамсиль. Есть и здесь указание, довод на дозволенность этого. Потому что есть некоторые, которые опираются на подобного рода хадисы, говорят, здесь доказательства на дозволенность темсиля. То есть играть вот так вот роль какую-то, изображать какую-то роль. Есть доказательства на дозволенность, там, и сценировок, сценок, театральных постановок, кинофильмов, там и так далее, где люди играют роли какие-то. Есть здесь доказательства на это? Джабриль пришел, да, как будто бы он, он же не явился как ангел в своем истинном виде, он явился как человек и вел себя так, что люди не могли понять. Верно? Есть доказательства на дозволенность темсиля? Нет, нет доказательства. Почему? Внимательно подумайте об ответе вы прежде, чем я скажу этот ответ. Почему? Кто-то знает? Кто-то знает, почему здесь нет доказательств? Кто-то знает, почему здесь нет доказательств? Да потому что ангелы это другой мир, это другие творения, в отношении них действуют другие законы, другие установления. То есть в некоторых ахкямах, в некоторых хукмах, в некоторых законах, установлениях, законоположениях ангелы, что отличаются от людей. Вспомните историю в хадисе, рассказанной пророком, алейсалату аусырам, про трех людей из Бену Исраиль, про трех людей. Один был плешивый, другой был прокаженный, третий был слепой. И как Аллах, Субханава Тааля, даровал лысому, плешивому, даровал ему красивые волосы, прокаженному хорошую кожу, слепому возвратил его зрение, дал им богатство, даровал им имущество. А потом пришел, что человек сказал, я бедняк, я не могу вернуться домой, дай мне одну верблюдицу, или дай мне что-то, или дай мне одну овцу, да, дай мне одну корову, дай мне одну овцу. Что сказал пришедший? Я бедный, я путник, я не могу добраться, помоги мне. А на самом деле это был кто? Это был ангел, который послал Аллах, Субханава Тааля, для испытания. Вспомнили эту историю? Да. И тоже некоторые люди говорят, ну вот доказательство, что значит можно играть вот так вот роль, изображать кого-то из себя. Нет, мы опять говорим, это ангел, и это нечто присущее только ангелам, потому что их хукмы, законы, которые действуют в отношении них, установлены Аллахом, они отличаются от тех хукмов, которые установлены в отношении нас. Мы будем с вами изучать этот хадис, иншаллаху та'аля. Хадис Джибриля, алейиссалам, а Джибриля, алейиссалам, хадис о Исра, о перенесении пророка, алейиссалату ассалам, из Мекки в Бейт-Уль-Махдис, и вознесение потом его на небеса. Джибриль, алейиссалам, пришел к пророку, алейиссалату ассалам, с тазом. Таз, сосуд из золота, золотой сосуд. И потом разверз, да, раскрыл грудь пророка, алейиссалату ассалам, омыл его сердце, да, этой вот водой, которая в этом тазу, золотом тазу. Можно ли взять из этого хадиса выливать, что можно, значит, пользоваться, допустимо, пользоваться посудой из золота. Джибриль же пришел к золотой посуде, пользовался золотой посудой, когда омывал сердце пророка, алейиссалату ассалам. Можно взять вывод о дозволенности пользования золотой посуды? Нет. Нет. Нам запрещено пользование золотой посуды, верно? Поэтому мы не можем взять такой вывод. То есть, значит, заключаем и говорим. Если у нас в шариатских текстах есть запрет на что-то, то сообщение о том, что ангел делает это, ангелы делают подобное, не отменяет запрет. Потому что у ангелов свои хукмы, у нас свои хукмы. И здесь то же самое. Мы не можем сделать вывод о дозволенности тамсиля, инсценировок и изображений. Почему? Потому что нам запрещена ложь. Нам запрещено обманывать и говорить, я такой-то, я такой-то, изображать из себя кого-то. Нам это запрещено. Казиб, ложь, нам запрещена. И хукмы, установления, которые даны нам, они должны оставаться такими, как они есть. Ну, это наподобие того, что Аллах, Субханава Тааля, клянется в Куране разными вещами. Клянется тинзейтун, смоковницей и маслиной, синжиром, да и маслиной. Аллах, Субханава Тааля, клянется горой Тур. Аллах, Субханава Тааля, клянется разными вещами, верно? В Куране. Можно ли отсюда взять вывод, что значит, можно клясться кем-то, кроме Аллах, Субханава Тааля? Нет. Аллах, Субханава Тааля, может клясться, кем Он хочет. Но нам запрещено клясться кем-то, кроме Аллах, Субханава Тааля. Еще пример. Джибриль, алейсалам, приносил откровение к пророку, алейсаратусалам. Как это происходило? Сказано, мистлю ссаратилю джарас. Был, вот пророк, алейсаратусалам, слышал, как некий, что-то, нечто подобное, звону колокольчика. Откровение так приходило, как некий, что, как звон колокольчика. Что касается нас, то нам запрещены колокольчики. Нам запрещено пользоваться колокольчиками, правильно? И никто не может сказать, а раз Джибриль приходил с откровением от Аллаха, Субханава Тааля, в таком виде, что это был вот такой звон колокольчика, значит, можно пользоваться колокольчиком. Нет. Потому что то, что делают ангелы, то, что можно ангелы, это, мы говорим, касается их. Аллах разрешил им некоторые хукмы, некоторые вещи, которые запрещены нам. Поэтому мы не имеем права делать то, что делают ангелы, если нам это запрещено, говоря, что вот есть довод, якобы в их действии. В то же время, когда ангелы делают что-то, на что нет запрета, и тем более, если есть указания в шариатских текстах на то, что это хорошо, что это благо, вот тогда да, тогда мы это присовокупляем как довод, то, что ангелы это делают. Например, ангелы делают тасбих, они восславляют Аллах, Субханава Тааля, и восхваляют Аллах, Субханава Тааля, делают тасбих и хам. Мы в этом уподобляемся ангелам? Следует нам уподобляться ангелам? Да. Почему? Потому что нам приказано делать тасбих и восхвалять Аллах, Субханава Тааля. «Ва им мин шейн илля юсабиху би хамди» Нет ни одной вещи, которая не восхваляла бы, не восславляла бы Аллаха, восхваляя его, которая бы не восславляла, восхваляя. Если ты возьмешь вот это вот, возьмешь то, что ангелы, они восславляют Аллах, Субханава Тааля, делают тасбих, да? И то, что всякая вещь делает тасбих, возьмешь это в качестве довода и будешь много поминать Аллах, Субханава Тааля, много делать тасбих. Есть проблемы? Нет проблемы. Почему? Потому что это не запрещено нам, более того, на это, что есть указание, что нам это следует делать. И мы уподобляемся в этом ангелам. Или Проколей, Салат Ассалям, говорит «Аля тасуфу на камата суфу льмалайка в ту инда Раббиха». Почему бы вам не выстраиваются в ряды, не выстраиваются в ряды в намазе, как это делают ангелы перед своим Господом? Ангелы вот так встают рядами, плотными, ровными. Почему бы вам не делать так, говорит Проколей, Салат Ассалям, в этих вещах? Мы уподобляемся ангелам, потому что это одобрено нашей религии, потому что нет запрета для нас в этом. То есть, значит, есть некоторые хукмы в нашем шариате, которые совпадают с тем, что делают ангелы. И мы в этом что можем уподобляться ангелам? То есть, есть некоторые доводы, которые указаны на то, что ангелы это делают, и нам следует уподобляться им это благо. Но если запрещено что-то, ангелы это делают, то ты не можешь это делать. И ты не можешь ссылаться как на довод на то, что ангелы это делают. Почему? Потому что это будет относиться к категории «Иттиба аль мутыша бьят». Следование за мутыша бьят. За двусмысленными, неоднозначными доводами. У тебя есть однозначный довод, что нельзя пользоваться золотой посудой. У тебя есть однозначный довод о запрещенности лжи, что нельзя лгать. Верно? У тебя есть однозначный довод, что мы еще упомянули с вами. Что еще упомянули с вами? Колокольчик упомянули с вами и так далее. У тебя есть доводы ясные? Бери ясный, бери мухкамат. А сказать «Арас ангелы дел», значит мы тоже это будем делать. Это будет следование за мутыша бьят, за неоднозначными доводами. А это делает кто? Люди, у которых в сердцах зейх, у которых в сердцах отклонение, кривизна. Хорошо, теперь эти люди, которые отстаивают все-таки дозволенность всяких постановок театральных и актерства вот этого, они говорят «А Ибрагим, а Ибрагим, алейсалам, разве он не сказал, говорят они, когда взошла звезда, Газа Рабби, это мой Господь». А потом, когда она закатилась, он сказал «Не люблю закатывающихся». Потом, когда поднялся месяц, увидел месяц, сказал «Это мой Господь». Потом, когда он исчез, попросил вас употребления на прямой путь и так далее. Когда взошло солнце, он сказал «Это мой Господь, это большее». Разве Ибрагим, алейсалам, не сделал это, ведь это с его стороны тоже было вот что-то вроде того, как изображение, говорят они, да, какой-то роли, потому что Ибрагим, алейсалам, говорил вот так вот. Ответ на это. Аргумент их понятен? Аргумент понятен? Ответ. Какой ответ? В ответ мы скажем, Ибрагим, алейсалам, когда говорил эти слова «Это мой Господь, это мой Господь, это мой Господь», Ибрагим, алейсалам, поклонялся им? Ибрагим, алейсалам, поклонился солнцу? Или поклонился луне? Или поклонился звезде? Нет. Нет. Ибрагим, алейсалам, это говорил для чего? чтобы разъяснить этому заблудшему народу, чтобы приблизить, приблизить к их пониманию, что несостоятельность тех убеждений, которых они придерживают, чтобы опровергнуть их. То есть, как бы он говорит, это Господь, которому вы поклоняетесь, которому я должен поклоняться, это мой Господь, которому я должен поклоняться, по вашим словам, это мой Господь. То есть, он это делает для чего? Для того, чтобы приблизить к их рассудкам понимание несостоятельности их убеждений. То есть, он как бы говорит им, вот если это Господь, как же, оно же исчезло, а Аллах, мой Господь, его не может постигнуть это, его не может постигнуть исчезновение, его не может постигнуть какой-то тлет. Это, во-первых, это мы даем им провержение по поводу их аргумента, основанного на истории об Ибрагиме. Второе, мы скажем им, здесь есть нечто еще более главное, Ибрагим сам, алейсалям, он вот то, что он сделал, посчитал это прегрешением или богоугодным поступком? Он посчитал это, сам расценил это, Ибрагим, алейсалям, то, что он сделал, как прегрешение или как богоугодный поступок? Как хатыя или как пааа? Как хатыя, как прегрешение. Он сам расценил это как прегрешение. И на это указывает хадис. Какой хадис? Хадис о шафаа. Хадис о заступничестве, судный день. Когда Ибрагим, алейсалям, будет говорить на все, на все, я сам, я сам, я переживаю за себя. И, когда будут просить его заступиться по хадису перед Аллахом, что скажет? Я солгал трижды, я допустил три неправды. То есть, он посчитает это как прегрешение, из-за которого он не может выступить в качестве хадис, в качестве шафия перед Аллахом. Хотя, все вот эти вещи, они были ради Аллаха, и целью было что? Благо, на самом деле, то есть, на самом деле, вообще, это и не было ложью даже, в буквальном смысле этого слова. Это было ложью, в настоящем смысле слова ложь. Нет, это были вещи, то, что называется таурия, да, то есть, некие иносказания. Это Господь, это Господь, да, иносказания. Или, когда он сказал про свою жену, про нее сказал, что она его сестра. Сказал, что на земле нет верующих, кроме тебя и меня, поэтому ты моя сестра в религии. Поэтому, скажем этому царю, этому тирану, который хочет убить Ибраима, чтобы спастись, скажем, что ты моя сестра. Но, имея в виду, сестра в религии, а не сестра по крови. Ясно или нет? То есть, тоже, собственно говоря, не ложь. Или, когда он сказал, я себя плохо чувствую, когда все ушли на празднество его народа, а он остался, чтобы разбить их идолов. Они подумали, что он болен, действительно, у него какой-то физический недуг. Но он, да, он себя чувствовал плохо. То есть, на самом деле, это не было ложью, это было, что некое иносказание. И цель была какая? Благая. И цель была благая. Или это было нечто очень важное для религии, какая-то очень большая религиозная польза. Или отведение какого-то большого вреда, какого-то большого зла. Но, несмотря на все это, Ибраим Алей-Сарам посчитал это хатыя, посчитал это прегрешением, и скажет в судный день, поэтому я допустил эти прегрешения, эти неправды, и зову Иля Муса. Идите к Мусе, попросите его, чтобы он выступил в качестве шахи, в качестве ходатая. Вот это вот ответ тем, которые говорят, что Ибраим Алей-Сарам, из его истории можно взять довод на допустимость вот этих вот что? Инсценировок и игры ролей. Как мы опровергли их? Как мы опровергли их? Внимательно. Мы сказали, что Ибраим Алей-Сарам не играл никакую роль, он не поклонялся солнцу, не поклонялся месяцу, как делают эти сегодня. Снимает какой-то фильм, изображает у себя мушриков, кланяются идолам, или крестятся, или что-то делают. Ибраим Алей-Сарам, что поклонился солнцу, или поклонился луне? Нет, он задал им вопрос, сказав, это мой Господь, это мой Господь, и как же он может быть Господь, если он закатился и исчез? Аллах не исчезает, Господь не может, истинно Господь исчезает. Это было разъяснение им, что их заблуждение, во-первых, во-вторых, сам Ибраим Алей-Сарам посчитал это что? Посчитал это прегрешением, хотя это несло в себе, что благие цели. И, собственно, они были истинной ложью. Уяснили? Уяснили. Алхамду лиллях.